Алла Горожа и Нина Буеклийская. Всем здравствуйте, говорим мы. Начинаем дневной информационный канал в деталях. Обычно о важном для региона будем говорить подробно и детально. Ну для начала озвучим темы, на которые сегодня мы будем общаться, обсудим меры по развитию детского отдыха на Кубани и также поговорим о том, как в крае ведется благоустройство мемориалов. Да, ну эти темы детально будем обсуждать с гостями. Ну а пока по традиции идем на наше место, где мы обычно обсуждаем новости с нашими коллегами, но сегодня мы с Ниной вдвоем, поэтому планерка у нас будет коротко и о главном. Коротко и ясно. В России планируют ограничить выпуск одноразовой посуды и контейнеров. Считаю, что это отличная новость. Ограничить. Да, мы идем к тому, к такому осознанному потреблению. Отказ от пластика я тоже поддерживаю. Минпромторг, Минприрода и другие ведомства во втором квартале должны направить в правительство перечень продукции, которую постепенно следует вывести из оборота. В этот список предложили включить одноразовую посуду и контейнеры для пищевых продуктов. Так, ну с одной стороны все понятно, все прекрасно. С другой стороны вопросы. На пикник, что теперь с собой брать, тарелочки мыть придется? Да, есть такие прекрасные наборы для пикника, в которых и посуда, и бокалы. Все это можно взять с собой. Это многоразовое, поэтому это уже давно не проблема. Ну, хорошо, что не проблема. Значит, будем все-таки за экологией следить более тщательно. У меня новость. Российское мороженое в 90% случаев оказалось некачественным. Вчера были новости о маркировке мороженого. И вот сегодня продолжение этого сериала молочного. Значит, что здесь? Подробности. Провели мониторинг качества мороженого с помощью независимых экспертиз Роспотребнадзора и Роскачества. По итогам выяснилось, что лишь 10% сладкой продукции оказалось полностью качественным. Все подробности не буду называть. Здесь и марки оглашаются. Какие лучше не покупать. Будьте внимательны при приобретении мороженого. Я бы в таком случае вообще от мороженого отказалась. 90% некачественного это очень много. Это просто пока жара. Это называется попробуй попади. Жара, пока не наступила, ты готова отказаться. Ну, еще одна, Нина, у меня есть новость. Мама Краснодарского края бесплатно обучится основам бизнеса и поборется за грант на открытие своего дела. Проект реализуется. Проект реализует федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. 7 июня на Кубани стартует. Это образовательная программа «Мама-предприниматель». Подробности. За пять дней участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя. Познакомятся с основами ведения бизнеса, научатся разрабатывать и презентовать собственный бизнес-проект. Ну и на реализацию лучшей идеи победительница получит грант в размере 100 тысяч рублей. Почему же раньше эту программу никто не выпустил, пока мы с тобой, Аллочка, были в декрете? Мне кажется, Инночка, она уже тогда работала. Просто в декрете как-то, видимо, да, за новостями не очень мы с тобой следили. Ну что ж, еще больше новостей ищите на нашем сайте. О самых интересных и важных на сегодня расскажет главный редактор интернет-портала «Кубань-24» Юрий Степанов. С нами на связи Юра. Приветствуем, слушаем тебя внимательно. Добрый день. Сейчас я вам немножко расскажу о новостях. Значит, в мэрии Краснодара объяснили поведение кричавшего на детей воспитателя детского сада. Накануне на воспитательницу пожаловались местные жители. Они говорили, что она очень сильно повышала голос на детей. С этими неприятностями в мэрии разбирались сутки. И сегодня сказали, что крики сотрудники детсада – это ее низкий тембр голоса, а также погодные условия, очень сильный ветер, который в тот день был. На Кубани все школы перейдут под охрану казаков. Для этого в регионе создадут единый казачий чок. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Виннин Кондратьев во время подведения итогов учебно-методических форов российского казачьего общества. Словом, Кондратьева за счет единой частной охранной организации доля школ, которая охраняется силами казаков, увеличится до 100%. В Сочи около Дальменов заблудилась 27-летняя туристка из Москвы. Инцидент произошел еще в районе Краснополянских Дальменов в подножии горы Ачишхо. Девушка рассказала, позвонила на МЧС и рассказала о том, что она гуляла по лесу, хотела увидеть Дальмена, сбилась с тропы и попала на крутой склон. И выбраться оттуда не могла. Девушка отправила свои GPS-координаты и дождалась помощи. Ее, значит, под склон спустили. С ней все хорошо. Стали известны подробности обрушения моста в Краснодарском крае. Речь идет о Лобинском районе. Мост соединял село Гофицкое и станицу Чернореченскую. Это сооружение являлось безпознанным. Мост не эксплуатировался. На место обрушения моста выехала оперативная группа администрации района. Ну и, в общем, восстанавливать мост не собираются, потому что он не эксплуатируется. Но местных жителей попросили не выходить на аварийный мост для предотвращения несчастных случаев. Вот такие пока новости. Остальные все читайте на сайте «Кубань-24 ТВ». Спасибо, говорим мой Юрий, за эту подборку. Ну и еще из новостей. Уже с 25 мая родители смогут купить путевки в летние лагеря с кэшбэком. Программа стартует в ночь на 25 число. И с этого момента можно приобретать путевки с компенсацией половины их стоимости. Об этом сообщила сегодня заместитель руководителя Ростуризма Елена Лосинкова. По программе кэшбэка родители смогут приобрести путевки в стационарные детские лагеря по всей стране. В течение пяти дней получить возврат на карту МИР. В первую очередь задача программы сделать доступнее детский отдых для тех родителей, которые не имеют никаких льгот и приобретают путевки в детские лагеря на коммерческой основе. Ну и напомню, Владимир Путин поручил правительству разработать комплекс мер по организации летнего детского отдыха. Сделать это необходимо к 1 ноября, а в срок до 1 августа поручено предусмотреть меры по созданию инфраструктуры для организации межрегиональных туристских походов. О важности этих мер поговорим сегодня с руководителем Ассоциации детского отдыха Краснодарского края Артем Гаврилов. Гость нашего блока сегодня. Артем, здравствуйте. Мы вас встретим. Проходите. С новости про кэшбэк. Мы начали нашу основную тему блока. Кэшбэк за детские путевки. Что думают владельцы детских лагерей по поводу участия в этой программе Краснодарского края? Ну, во-первых, все новое это всегда непросто. Нужно понимать, что детские лагеря, они немного по-другому работали. То есть и детские лагеря, и родители, они не очень привыкли покупать путевки через интернет на сайте. Обычно родители покупают в турфирмах, напрямую у детского лагеря, а во многих регионах там еще пользуются наличными деньгами. Поэтому, конечно, это не так просто технически. Это вопрос понятный. Но, вы знаете, есть две позиции отношения ко всему новому. Это сопротивляться до последнего, а потом и оказаться в хвосте. Или адаптироваться... Не самая лучшая позиция. Не самая лучшая, на мой взгляд. Потому что этот кэшбэк уже будет, это решение на самом высоком уровне, и сопротивляться ему смысла никакого нет. Ну и вторая позиция. Объективно быстро включиться, адаптироваться и применять для себя. Понимая, что это не для всех будет просто, Красноаруский край вместе с министерствами, с которыми работаем, предлагает лагерям решение. Но, наверное, об этом поговорим позже. Но, в целом, волнительно, конечно, но мы все ждем, как это будет реализовываться на практике. Потому что это хорошая мера по поддержке платежеспособности населения. И очень важный момент, который вы отметили, впервые за очень долгое время родители, не относящиеся к тяжелой жизненной ситуации или неполным семьям, они имеют возможность получить субсидию от государства. Это здорово. То есть никакой градации не будет? Никакой. Любой родитель, который собирается отправить своего ребенка в детский лагерь, сможет получить возврат этих средств. Да, и это, наверное, самое лучшее, что есть в этой акции, потому что раньше такой возможности не было. Давайте какую-то, может быть, инструкцию для родителей, как оформить детский отдых и как поучаствовать в программе возврата. Ну, уже сейчас понятно, как это будет сделано. Каждому родителю необходимо приобрести путевку, используя свою карту МИР, которая должна быть зарегистрирована на сайте. Это звучит сложно, на самом деле это просто. Да, вы заходите на «Привет, мир», регистрируете свою карту, это буквально одна минута. После этого вы заходите на посадочную страницу лагеря, который вас интересует, то есть вы узнаете, лагерь участвует в программе или нет. Участвует каким образом? Он может участвовать самостоятельно, то есть сделать на своем сайте, он может участвовать на агрегаторе. То есть есть лагеря, которые не участвуют в программе, получается? Это добровольная история, да. То есть есть лагеря, которые они для себя не посчитали нужным, либо более частая история, когда лагерь бюджетный, и туда идут бесплатные путевки, то есть там нет взаимоотношения коммерческого с родителем и лагерем, да. То есть они... Нет как таковой вот этой продажи. Собственно, продажи нет. Нет коммерческой истории, нет участия, да. Но коммерческие в абсолютном своем большинстве они участвуют, потому что они понимают, что это просто выгодно для родителя. Ну и в конце концов это просто условия более комфортные для продажи путевок, это повышение спроса, эта история замечательная. Возвращаясь к тому, как сделать, вы узнаете, что ваш лагерь принимает участие, и узнаете, как. Он может сделать это через свой сайт. То есть он должен тогда создать свой сайт с интернет-магазином, подключиться к интернет-эквайрингу, зарегистрироваться над площадкой, заключить договор с НСПК и так далее, и так далее. Второй вариант через агрегатор, то есть это, понимаете, да, о чем речь, электронная система. Либо через туроператоры. Вот три варианта, как родитель может приобрести путевку и при этом получить кэшбэк. Артем, ну получается, вот последние деньки, когда наши дети сейчас заканчивают уже учебный год и начнутся собираться в детские лагеря. Давайте о том, насколько готовность сегодня детских лагерей в крае, спросим у в Рио министра курортов, туризма, олимпийского наследия Краснодарского края. Мария Золотухина с нами по видеосвязи. Выходит, Мария Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какова готовность сегодня детских лагерей к открытию, к старту сезона? Какая работа накануне министерством в том числе была проделана для того, чтобы все запустилось без боя? И работало, конечно. Если говорить в целом о готовности индустрии детских лагерей к сезону, конечно, они заждались, они очень хотят работать. Они понимают, что прошлый год простое, по сути, стал годом и переоценки ценностей для нас и для гостей наших курортов. Все лагеря готовились. Мы со своей стороны в течение прошлого года при помощи администрации Краснодарского края, при помощи федеральных мер поддержки, конечно, всячески поддерживали детские лагеря, реализовывали субсидии, которые доводились, создавали своего рода сообщества, в том числе одним из результатов работы прошлого года стала и ассоциация, председателем которой является Артем Вадимович, который сегодня находится в студии. Нам кажется, что подобного рода объединение, сообщество, которое объединило в данном случае детские лагеря, очень хороший позитивный механизм, который позволяет, с одной стороны, обеспечить доступность власти для детских лагерей и их объединений, с другой стороны, показать, что власть неравнодушна, и, с третьей стороны, одновременно позволить им объединить усилия и обмениваться опытом, позитивными практиками, и более эффективно готовиться и к приему гостей, и вести, собственно, бизнес. Давайте озвучим, какие условия сегодня должны быть соблюдены в лагерях. Касаемо безопасности детей, мы понимаем, что эпид-ситуация сегодня не на 100% безопасная. Что сегодня остается там? Сегодня остаются требования Роспотребнадзора в части заполняемости детских лагерей. Детский лагерь не может принимать более 75% гостей. Вместе с тем отпали те требования, те жестокие требования, которые были предъявлены к лагерям в части приема из других субъектов. Сегодня можно принимать гостей практически со всей России. Ну и есть, конечно, требования к самой деятельности детских здравниц, которые касаются непосредственно организации деятельности на территории, развода потоков, возможности проведения массовых мероприятий, наполняемости залов для питания. Я не буду вдаваться в детали, но все наши здравницы совершенно точно понимают и знают, как реализовывать эти требования. И сегодня они готовы в этих реалиях работать и принимать гостей и детей на оздоровление. Мария Александровна, сколько в итоге в этом году детских лагерей будет работать на территории Краснодарского края? И когда уже заезды начнутся? Когда сезон стартует в лагерях? Сезон в лагерях уже стартовал. Нельзя говорить, что сегодня у нас есть какая-то точка, с которой начнет работу детское сообщество, детские лагеря. Только в детских лагерях Анапы сегодня уже находится порядка 6 тысяч детей. Это и первая смена, это и те лагеря, которые не прекращали свою работу, это круглогодичные детские лагеря. Конечно, большую часть детей мы ждем именно в летнее время. Заезды начнутся летнего сезона с 25 мая по 1-5 июня, в зависимости от того, какая здравница, как определит расположение смен. В общей сложности мы рассчитываем, что на территории субъекта будут работать не менее 80 детских лагерей. Это те, которые уже подтвердили свою готовность открыться. В общей сложности у нас в реестре детских лагерей сегодня состоит 115 детских здравниц. Мы рассчитываем, что руководство этих здравниц примет правильное решение и останется в сфере деятельности детского отдыха и тоже будут функционировать в этом сезоне. Спасибо, Мария Александровна. И напомню о готовности детских лагерей в Краснодарском крае. Нам рассказала в Рио министра курортов туризма олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина. Прямо сейчас ненадолго прервемся. Оставайтесь с нами. Скоро в студию вернемся. Информационный канал в деталях продолжает свою работу. Руководитель ассоциации детского отдыха Краснодарского края Артем Гаврилов. Сегодня у нас в гостях. Мы продолжаем. Артем, давайте подробно обсудим, как будет происходить сама механика процесса. Как будут детские лагеря включаться в эту программу нашей Краснодарского края. Я знаю, что есть какой-то агрегатор. Давайте подробно все это расскажем, как осуществляться будет, кто будет помогать и сотрудничать с кем. В первой части нашего разговора мы говорили о том, что это новый опыт для лагерей, и он достаточно трудоэнерго и финансово затратный. Это объективно. Потому что если ты никогда не продавал через интернет, то создать свой сайт, подключить эквайринг, колл-центр, техподдержку, не для каждого лагеря это возможно. Поэтому мы взяли тот проект, который мы разрабатывали совместно с нашими министерствами, «Летний край», где была просто площадка детских лагерей, и приняли решение присоединить его к программе кэшбэка. То есть таким образом мы создали единый агрегатор Краснодарского края, где можно по прямым ценам, это важно, то есть это не туроператор, не турфирма, которая работает там, выкупая путевки и продавая с наценкой. То есть без посредников напрямую, да? Без посредников напрямую, да, как сейчас говорят. Да, купить по цене лагеря на едином портале путевку в любой практически детский лагерь. У нас сейчас около 50 детских лагерей Краснодарского края представлено на агрегаторе. Не так много детских лагерей на данный момент подключилось к этой программе самостоятельно. Сколько не так много? Из 80 работающих? Около 6 лагерей самостоятельно вышли на процесс заключения соглашения. И поскольку это еще процесс, то есть их может стать меньше, больше станет вряд ли. А вот через агрегатор, скорее всего, будет больше 50, потому что лагеря будут включаться в процесс, поскольку мы уже зарегистрированы в НСПК, платежной системе МИР, то мы можем подключить любой лагерь, по сути, в любой момент. Это такая практически социальная история, потому что, в общем-то, это сделано не коммерческой организацией, не стоит цель получения прибыли, а стоит задача именно реализовать программу кэшбэка и помочь лагерям включиться. Простите. Да, 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 потому что не каждому интересно. Получается, мы упрощаем и лагерям включиться в эту программу, и родителям. То есть заходишь на один ресурс, где ты понимаешь, вот, пожалуйста, выбирай. А есть какие-то ограничения по возврату денежных средств? То есть 50%, но не более... Не более 20 тысяч рублей. Ну, это разумно. И более того, мы были очень приятно удивлены этой суммой, потому что 20 тысяч – это больше, чем мы предполагали. Потому что, в принципе, путевка за 40 тысяч рублей – это адекватная цена для Черноморского побережья. У кого-то она выше, у кого-то она чуть-чуть меньше. Где-то в среднем, да? Ну, в среднем это близко, это приятный сюрприз, буду говорить честно. Поэтому, в общем-то, любой родитель может приобрести путевку, ну, фактически за полцены. При этом там есть, нужно читать условия акции, мы знаем, что они скоро выйдут и будут официально опубликованы. Но мы предполагаем, что в этой акции можно принять участие не один раз. То есть вы можете купить двум детям путевку, может быть, даже на несколько смен. Да, нужно смотреть внимательно именно постановление, но пока мы видим, что это возможно. Плюс это не противоречит никаким региональным субсидиям. То есть, например, вы можете получить у себя региональный сертификат, условно, не знаю, я знаю, жители Санкт-Петербурга, условно получают там 10 тысяч рублей сертификат, например. И он платит 10 тысяч сертификатом и там, допустим, 10 тысяч самостоятельно. И вот получает кэшбэк на 5 тысяч. То есть это не противоречит региональным программам. И я знаю регионы, где для родителей цена станет, ну там, 2-3 тысячи рублей, грубо говоря. Но там и путевки, конечно, дешевле, чем у нас. Тут не будем лукавить. А есть у вас информация о том, из каких регионов дети приезжают к нам на наш отдых? Чаще всего кто? Тем более запрет сейчас уже снят. Да, есть уже у нас список, перечень, кто к нам собирается. Вы знаете, у нас есть регионы-партнеры, которые всегда к нам ездили. Понятно, что Север едет чаще организованными группами, потому что им ехать далеко. Южные регионы часто приезжают самостоятельно. В целом, по охвату мы очень близки к 2019 году, до пандемии. Я говорю не про количество, а именно про охват территорий. То есть, в принципе, наша отрасль, она возвращается к деятельности. Я думаю, что этот год должен быть хорошим для нас. Конечно, существуют, к сожалению, еще ограничения по количеству. Мария Александровна о них сегодня сказала. Действительно, это 75%. Пока еще что... Что тоже неплохо на самом деле. Неплохо. Согласитесь. Нехорошо, я не могу это хвалить. Все-таки, как представители отрасли, это объективная нагрузка на нас, это потери. Но это лучше, чем ничего, давайте говорить честно. Потому что в прошлом году, к сожалению, мы практически не принимали детей. В прошлом году мы очень хотели хотя бы 75%. Хотя бы 75%. И в этой студии тоже. Да, в этой студии озвучили этот процентаж. Вы озвучили социальную историю, про агрегата рассказали. Понятно, что это очень удобно для родителей. Это очень удобно, с другой стороны, для владельцев детских лагерей. Более глобально ваше мнение. Хотелось бы услышать, что все эта история дает для развития детского отдыха в целом. Очень точный и правильный вопрос, потому что сейчас стоит, острее всего, вопрос, зачем это сделано. Именно если речь идет о перспективе, то есть в этом году, например, 50%. В следующем году пусть будет 30%, например, процентов кэшбэка, но пусть он сохранится. Чем мы хуже отеля, у нас там постоянные проверки, большая территория, инфраструктура, у отеля этого нет. У отеля сейчас есть кэшбэк 20%, у нас вот первый раз появился 50%. Мы понимаем, что эта акция прямая президентская акция, мы понимаем, что 50% вряд ли когда-то еще будет. Но пусть это будет 30%, пусть 20% не хотелось бы, но пусть будет 30%, давайте так. Тогда это приведет к серьезным изменениям в отрасли. Ну, во-первых, лагеря научатся работать через интернет. Так. Они научатся работать с прямым покупателем. Этого мы пока не умеем, давайте говорить прямо. Мы сейчас чаще всего работаем через крупных туроператоров, которые привозят нам организованные группы. Если честно, по старинке, да, это так можно назвать? Да, ну, давайте так и говорить прямо. Да, то сейчас, конечно, это очевидный сдвиг в сторону информационной истории, что абсолютно соответствует духу времени. Сейчас, я могу судить по московским родителям, которые покупают через интернет, вот они часто не готовы даже идти в свой офис в Москве, в наш офис в Москве, потому что им это не нужно, они просто из дома оплатили по карте, все, вопроса нет. И я думаю, что то, что произошло, пандемия, этот год, кэшбэк, оно очень перевернет само отрасль и наше сознание с точки зрения пользования интернетом, картами, покупками. И это не хорошо, не плохо, это просто изменения, от которых... Шаг вперед определенный. Да, от них не уйти, они будут, и наша отрасль туда приблизится. Поэтому мы сейчас очень переживаем за то, чтобы был сохранен кэшбэк, иначе, конечно, все эти, ну, если честно, это непросто, как я говорил, все эти усилия, они будут, ну, такими одноразовыми, не очень понятно тогда, зачем мы столько работали. Вот, и если так, тогда мы видим ясную перспективу, то есть мы видим и развитие отрасли, и развитие единого агрегатора, и ассоциации, и в целом края с точки зрения привлечения прямых покупок через интернет. Это, конечно, немного ударит по туроператорам, уважаемые коллеги, мы вас очень любим, но простите, это не мы. Так вышло. Так вышло, да, то есть вероятнее всего крупные туроператоры потеряют часть денег, потому что что-то будет уходить напрямую в лагеря, но это выгодно и родителю, и лагерю. Другой вопрос, что мы сами не привезем детей, и здесь абсолютно останется история туроператорства, то есть это доставка, самолеты, поезда, это не наша деятельность. Мы сами не отыграем там какие-нибудь крупные заводы, например, да, которые в каждом регионе, то есть эта ниша останется за ними, а вот двигаться в сторону покупок физлиц, это нужно и правильно. Тем не менее, если мы уже привыкли, что детский отдых где-то у нас, ну, действительно такая история, когда мы по старинке все это покупаем, то семейный отдых и взрослый, мы уже давно открываем интернет, приобретаем какой-то тур, и вот сейчас, пожалуйста, и возврат также можно сделать. Я хотела бы вот, что с вами еще успеть обсудить. Вы как ассоциация владельцев, как вы сегодня работаете с владельцами детских лагерей нашего края для того, чтобы проинформировать, для того, чтобы правильно направить, объяснить всю важность этой программы, и в каком ключе им сегодня стоит двигаться и работать для того, чтобы все правильно и вовремя сделать? Ну, здесь нужно отметить, вот, к сожалению, у нас мало времени было переговорить с Марией Александровной, но мы понимаем объективную занятость, но здесь инициатива, которая была, она исходила от Марией Александровной и дружественного нам Министерства труда. Мы проводили совместные зумы с лагерями, где до создания агрегаторов всем предложили и рассказали механизм, как принять участие в кэшбэке, какие проспективы. То есть это все было вот по инициативе, ну, по сути, первых лиц наших министерств. Это был прямой контакт министр-директор лагеря при нашем, естественно, участии, и там и была разработана концепция взаимодействия. То есть тот, кто оценил свои силы, понял, что готов там имиджево потратить там 200-300 тысяч на то, чтобы сейчас войти в программу, готов содержать штат, они говорят, окей, мы сделаем. А те, кто нуждается в поддержке, они сказали, вот, да, мы не против отработать через агрегатор. По сути, мы всем дали инструменты. И при этом это абсолютно свободная история, вы можете сделать это так, вы можете сделать через агрегатор, или вы можете пойти к туроператору, который вас также и продавал много лет, если он сможет зарегистрироваться или зарегистрировался в программе, то, пожалуйста, продавайте также через туроператоров. Это абсолютно, ну, поле возможностей. И тут вопрос, воспользуетесь вы имя или нет. Могу сказать, что, конечно, это большая работа, это непростая работа взаимодействия. Еще раз скажу, все новое непросто. Да, пугает людей, отталкивает. Особенно в такой классической сфере, как наша. Даже для многих родителей хочется, они, когда отправляют детей в детский лагерь, они хотят, чтобы это было, как они помнят. Вот, чтобы это был пионерский лагерь. Ну, наверное, он таким уже не будет. Еще раз скажу, это не хорошо, не плохо, это по-другому. Он будет двигаться в сторону технологий, он будет двигаться в сторону контроля. Это нормально, наверное, но вот такой у нас путь. Артем, с учетом всех этих мер сегодня, настрой представителей детского отдыха на подстоящий день сезон? Боевой. У нас есть волнение по поводу первой смены. Об этом сказал вчера президент. И, конечно, для нас это вчера был шок, потому что погружение первого лица вот настолько глубоко в вопросе, ну, честно говорить о первой смене, просто это действительно проблема. То есть первая смена, это проблема и с точки зрения кэшбэка. Но это тот блин для того, чтобы он нестолком был. Да, да, да. Проблема первой смены, она и с точки зрения кэшбэка сложная, потому что акции только 20-25 мая запустятся. Она и с точки зрения наполняемости сложная. Но здесь есть возможность для жителей Краснодарского края, потому что первая смена будет пустая, наверное, во многих объектах. Остальные будут заполнены. Акции с 25 мая, поэтому жители Краснодарского края, покупайте, приезжайте, вы к 1 июня успеете. Прекрасная точка, Артем. Мы вас благодарим за сегодняшнюю беседу. Напомним руководитель ассоциации детского отдыха Краснодарского края, Артем Гаврилов, был сегодня с нами в этом блоке.